Здравствуйте! Недавно на форуме пользователь задал вопрос. У нас производство, пишет человек, мы делаем детали, а из них свариваем узлы. С деталями мы как-то разобрались, пользуемся программой, а вот с узлами пока не очень. Можем ли мы как-то в программе увидеть, подсветить или еще как-то, чтобы все детали на такой-то узел готовы? И можно его отдавать в работу. И пометить как-то, что отдали в работу. Или наоборот, можно ли как-то посмотреть по выбранному узлу, каких деталей на него не хватает? И в какой они вообще стадии сейчас, эти детали? Процент может какой-то увидеть общий, насколько сейчас готовы детали для вот этого конкретного узла? Есть вот что-то такое в программе, какие-то возможности для этого? Ответ. Если кратко, то да, конечно, есть. Если чуть более развернуто, то на сегодняшний день в программе есть несколько разных альтернативных вариантов, как именно посмотреть, подсветить и так далее. Почему не один вариант, а несколько разных получились из опыта применения программы на разных предприятиях в разных условиях? Сначала я, когда этот ролик задумывал, то я хотел подробно вот в этом месте остановиться и рассказать, какие факторы влияют, в каких производствах мы что делали, с чем сталкивались. Но потом решил, что какое-то очень длинное, скучное повествование получается. Поэтому давайте я просто констатирую факт. Сама задача в такой постановке, как мы сейчас с вами поговорили, она, можно сказать, типовая. И в той или иной степени она актуальна для любого производства, которое не только делает отдельные детали, но и дальше что-то из них собирает, сваривает там и так далее. То есть посмотреть на что уже все есть и посмотреть на что чего не хватает. Но вот дальше, как говорится, есть нюансы. Есть изделия большие и сложные, а есть маленькие и попроще, но зато их делается много. У кого-то сделанные детали сразу отдаются сварщику, у кого-то этих деталей очень много и все сделано издается на склад, а дальше уже оттуда распределяется и так далее. И вот эти вот все моменты, они ведут к тому, что не получается какую-то сделать одну универсальную табличку или картинку, чтобы она и одновременно во всех этих случаях показывала все, что нужно, и при этом еще и как не получалось слишком сложно или перегружено. Поэтому по мере, скажем так, подходов к обозначенной задаче в разных случаях, мы сделали в итоге не один, а несколько разных вариантов, что и как можно посмотреть. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки в контексте использования в определенных условиях. А вы уже как пользователи можете для себя выбирать, какой вариант в вашем случае подойдет лучше. Ну а в плане изучения давайте поступим так. Я буду показывать разные варианты по одному, с комментариями, с пояснениями. В этом ролике посмотрим первый вариант, один из самых простых. Ну а потом планирую добавить со временем по возможности еще несколько роликов и как минимум еще парочку других способов показать. Ну а дальше посмотрим по ситуации, что называется, по отклику, имеет ли смысл еще дальше углубляться в разные нюансы или пока достаточно. Итак, давайте начнем. На сегодня посмотрим первый вариант. Предположим, мы делаем изделия, которые состоят из деталей. Из деталей этих сваиваются узлы. Не то, чтобы сложные изделия, не то, чтобы их много как-то очень мы делаем. Делаем чисто под заказ. Физически в таком случае производство организовано обычно примерно так. Нужно нам сделать, допустим, некий узел в количестве 5 штук. Заготовительные и механические участки нарезают, делают детали ровно те и столько, сколько нужно на эти 5 узлов. И складывают их куда-то на поддон или в какое-то условленное место, когда все эти нужные детали там собрались, сварщик их забирает и сваивает узлы. Ну примерно так и работает в реальности небольшое производство на заказ чего-то несложного. В качестве примера, чтобы такой процесс смоделировать, давайте возьмем вот эти вот качельки из нашей стандартной демо-версии. Все, что нам нужно, там есть. Давайте посмотрим. Вот у нас есть узел перекладина. Он сваривается из 4-х пластин, 2-х фланцев и трубы. Есть узел стойка. Он сваривается из детали труба и детали фланец. Причем детали фланец, они вот в этом узле и в этом узле одинаково используются. Вот видите, тут подсвечено. Вот здесь вот в сидении есть у нас маленькая подсборочка. Деталь тяга сваривается с сухом и получается подвес. Потом берутся два вот этих подвеса, поперечины 3 штуки, спинка, 2 боковинки и все это сваривается в узел сидения. Ну, простенько, но для сегодняшнего примера нам этого вполне достаточно. Теперь давайте такие качели поизготавливаем. Сразу давайте оговорюсь, что когда я сейчас дальше буду показывать, я не буду каждое свое действие по шагам, подробно, медленно разбирать, где именно та кнопочка, которую я сейчас нажал, что я вижу, вот в этом конкретном окошке открывшемся и так далее. Потому что это будет, ну, очень долго. Скажем так, в основном все те действия в программе, которые я буду сейчас дальше делать, они типовые, стандартные. И они показаны, все и описаны, например, в демо-примере движения заказа и в руководстве к нему. Так что сейчас я буду акцентировать внимание только на каких-то важных деталях с точки зрения нашей сегодняшней темы. Ну и, конечно, на тех моментах, которые в демо-примере и руководстве не показывают. Так, поехали. Создаем производственный заказ. Ну, как-нибудь его назовем. Сойдет. Заполнять будем по спецификации. Это самый подходящий как раз способ заполнения заказа для нашего производства, как мы описали в примере. Берем наши качели, допустим, 12 штук. И получаем список всех деталей и узлов, которые нам нужно изготовить в производстве для этого заказа. Вот тут важный момент. Давайте остановимся. Есть вот эта вот панелька настройки, выезжающая сбоку вот по нажатию сюда. И вот здесь вот есть такая опция сохранить связи. Вот она сегодня нам важна. Давайте поговорим, что это такое и что здесь нужно выбрать. Здесь есть три опции. Это не сохранять по дереву и по технологии. Если я выберу здесь не сохранять, то вот этот вот список деталей и узлов у меня попадет в производственный заказ. Сейчас именно просто как список строчек с количеством никак между собой не связанных. И на самом деле не так и мало случаев, когда так и нужно, поэтому такая вот опция здесь есть. Если я выбираю по дереву, то это означает, что вот эти вот позиции, когда они у меня попадут в производственный заказ, то они будут там между собой связаны. По принципу, что каждая строчка вот из этого списка, она будет, можно так сказать, знать, для изготовления каких других строчек из этого списка она нужна. Точно так же, как и наоборот, каждая строчка в списке, она будет знать, какие строчки и другие из этого списка нужны для ее изготовления. По какому принципу программа выставит эти связи. А помните, мы вот только что с вами, когда смотрели, из чего состоят наши качели, там структура изделия у нас была в виде дерева, что в качели входит сидение, в сидение входит подвес, подвес входит детали. Вот поэтому дерево программа и выставит нам связи между вот этими вот позициями в заказе на производство, исходя из того, кто в кого в этом конструкторском дереве изделия входит. Есть еще здесь вариант по технологии, но он нам сегодня не нужен, не буду вас утомлять разными нюансами, скажу кратко, что бывают случаи, когда связи между позициями производственного заказа, они определяются не по конструкторскому дереву, а на самом деле определяются технологией сборки. Но это обычно характерно для изделий куда более сложных, чем наши качели. Ну поэтому сегодня самый подходящий вариант для нас будет это выставлять связи по дереву, выбираем его, галочку там где-то себе в голове ставим, что мы это сделали и зачем мы это сделали. Ну собственно все, сохраняем наш производственный заказ. Это все можно закрыть. Вот что у нас получилось. Давайте так сгруппируем. Нам нужно сделать вот эти вот детали, вот в таком количестве, из них сварить вот эти вот узлы, вот в таком количестве. Ну в самом изделии, в данном случае, это надо эти все узлы сложить в коробку вместе там с крепежом. То, что позиции этого заказа, они у нас между собой связаны, мы можем в принципе уже сейчас увидеть. Для этого надо нажать вот эту кнопочку «Схема изготовления». Значит, давайте сразу оговорюсь, что у вас вот эта кнопочка, она может быть там где-то здесь, 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 там в панели инструментов, не обязательно вот в этом прямо месте. Связано это с тем, что вообще вот какие кнопки показывать на этой панели, какие не показывать, как их расставить, в каком порядке, это все вы можете самостоятельно настраивать себе. Я себе вот эту кнопочку сюда вытащил, мне вот хочется, чтобы она здесь была, вы можете, как вам удобно сделать. Значит, найти ее вы можете по картинке, можете по названию, называется «Схема изготовления». Итак, нажимаем на нее, давайте раздвину немножко, чтобы все вам было лучше видно. Вот таким образом. И вот тут давайте подробно расскажу, что мы видим, поскольку вот это вот как раз в руководстве демо-примеру не описано. Но кнопочка такая у вас есть, вот такая вот, вы можете ее нажать, и даже те, кто работает с демо-версией, в принципе, можете вот ровно один в один воспроизвести то же самое, что я сейчас показываю, потому что я все данные для своего сегодняшнего примера взял именно из обычной нашей демо-версии. Итак, что мы тут видим? Для того, чтобы сделать качели, нам нужны узлы стойки вот в таком вот количестве, узлы перекладины вот в таком количестве, узлы сиденья вот в таком количестве и детали. Чтобы сделать стойки, нам нужны детали, причем есть детали, которые идут чисто на стойке, есть детали одинаковые, которые идут и на стойке, и на перекладины. Ну и соответственно, чтобы сделать перекладины, нам нужны вот те детали, которые для стойки и для перекладин одинаковые, и еще часть деталей, которые только для перекладин нужны. Соответственно, чтобы нам сделать сидение, нам нужен подвес и детали. Чтобы сварить подвес, нам нужны детали. Вот общая схема изготовления наших качелей. Теперь давайте посмотрим, как этим всем пользоваться. Вообще для работы, конечно, хорошо иметь два монитора и на один повесить вот эту вот схему. На другой вывести основное окно график производства и работать одновременно и со схемой, и с этим окном. Но поскольку я, если честно, просто не знаю, как показать в ролике хорошо работу одновременно на двух мониторах, я буду, с вашего позволения, просто вот так вот отодвигать эту схему, когда она мне не очень нужна, работать с этим окном, а потом ее придвигать, когда она мне нужна. Итак, давайте сейчас запустим наш заказ в работу. Выделяем, создать задание. Все, запустили. Ну и давайте что-нибудь поотмечаем, что мы сделали. Пойдем в текущие работы. То есть отображаем, какие позиции у нас где находятся в производстве, что нам сейчас делать. Сейчас нам надо резать на лазере вот эти листовые детали и пилить заготовки, которые дальше потом пойдут уже что-то на гибку, что-то на фрезеровку, что-то на токарку. Значит, вот в этом месте, по идее, мы должны были вот это задание довести непосредственно уже до рабочих, то есть либо распечатать это в том или ином бумажном виде со штрих-кодом и дать человеку в руки, чтобы он по этой бумажке, по заданию этому сделал, отпилил то, что нужно, ну и что называется там отпикал на терминале по штрих-коду, что он сделал. Либо в электронном виде довести это до человека, чтобы он на сенсорном экранчике там у себя в цехе увидел, что ему делать и потом пальцем там, ну на этом же экранчике, что он там взял в работу, что он сделал. Это все можно, но давайте сейчас процесс ускорим, потому что для сегодняшней задачи нам важнее не то, как доводится до рабочего, как отмечается, а, собственно, что будет дальше, когда они отметят, что сделали. Поэтому давайте я сейчас ничего печатать не буду, на терминале ничего там отмечать не буду, а просто руками вот здесь сейчас отмечу, как будто кто-то из работников это сделал и отметился. Результат-то, конечно, будет таким же. Значит, давайте все, что можно напилить, мы напилим, выделяем. Отмечаем, что у нас это сделал вот этот товарищ. Окей. Вот, видите, у нас тут сразу в текущих работах гибко появилась там, тагарка, фрезеровка, но это потому, что мы заготовок понапилили и дальше надо их уже обрабатывать. Соответственно, а вот на лазер нарезке давайте, например, фуанцы мы отрежем все, сколько есть, то есть все количество у нас сделал этот человек. А пластинки давайте, для примера, часть сделаем, 30 штук, например, он же у нас сделал. Окей. Ну и давайте посмотрим, что у нас там с нашей схемой и вот здесь чуть поподробнее остановимся, поясню, что здесь, что сейчас означает. Итак, сначала цвет, то есть зеленый, это означает, что все детали сделаны, желтый означает, что они в процессе изготовления, но еще не полностью сделаны. Полосочка вот эта вот, она означает, на сколько в процентном отношении, вот прямо сейчас, вот эти вот детали все вместе взяты, готовы, которые нужны для соответствующего узла. Соответственно, полностью закрашенная полосочка, это все полностью сделано. Ну вот здесь вот там процентов на 60, так визуально эти детали готовы для перекладины. Ну здесь там 10-15 процентов, тут, наверное, и того меньше. Вот эта вот цифра, которая возле полосочки, она означает, какой объем работ в человека часах еще остался вот этот вот хвостик полосочки для того, чтобы это доделать. То есть вот это на сколько процентов, а это вот этот вот оставшийся процент, вот эта цифра, это много или мало, да, сколько человек от часов. То есть, например, вот здесь вот, ну видно, что немного, это там полчаса, там 0,9 часа, вот здесь там 12,7 человек от часов, чтобы вот эти все детали доделать, здесь 4, здесь 8. На квадратике узла, когда появляется вот такая вот полосочка вверху, и написано, закомплектована и цифра, то это означает, что на какое-то количество узлов сейчас детали уже есть, сделанные на какое, вот на такое вот количество узлов. Что же означает, вот эта вот цифра на стрелочке, она показывает вот этих вот деталей, на какое количество вот этих вот узлов сейчас уже готово. Давайте разберем вот этот вот момент, например. То есть вот эти вот детали, которые идут у нас на стойке и на перекладин, они сделаны все, поэтому их хватит и на 24 стойки, и на 12 перекладин. Вот эти вот детали, которые нужны еще для перекладин, они сделаны, но не все, но часть из них готова, поэтому сейчас всего их есть на 7 перекладин, таким образом на текущий момент всего для сварки у нас детали есть на 7 перекладин из 12. Давайте посмотрим, как дальше этой информацией пользоваться. Давайте откроем наше окно график производства в таком виде, чтобы оно показывало нам список позиций нашего заказа и текущее состояние общих изготовления. И меня, например, сейчас интересует более подробно, что у меня с этими деталями. Для этого я два раза щелкаю на этом квадратике на схеме детали для этого узла, и в графике производства у меня сразу и отображается, что это за детали, в каком оно состоянии. Давайте я сюда колоночку придвину. Соответственно, вижу, что вот эти у меня детали труба полностью готовы, все детали пластина готовы 30 из 48, ну соответственно, поэтому у меня тут и не хватает еще на все узлы. Значит, давайте сейчас, если я, например, доделал все пластины, посмотрим, что будет. Щелкаю, чтобы провалиться маршрут изготовления на пластине. Ну, благо тут одна операция всего, сейчас быстренько все дорежем, скажем, оставшееся количество, все у нас сделал вот этот товарищ. Окей. Обновляем. Вот, видите, у нас все закрасилось зелененьким, то есть детали все готовы. Ну и соответственно, на все 12 комплектов перекладин у нас сейчас есть детали, можно отдавать это в работу сварщику. Значит, как нам переключиться на этот узел, чтобы отдать его в работу сварщику? Точно так же, если здесь у нас отображается список позиций заказа, дважды щелкаем на схеме на квадратики узла. Вот у нас этот узел. Ну и, например, если я выдаю задание в бумажном виде, то я могу что сделать? Могу, например, вот так вот распечатать нужного мне вида документ. Сейчас сформируется он. Так, готово. Вот такой, например, листик на двустороннем принтере я распечатаю. Задание вот от такого-то числа. Штрих-код, чтобы он мог отметить, когда сделает, на какой заказ, значит, какие узлы, сколько штук, и на оборотке чертеж. То есть распечатаю источник двусторонний и в руки сварщику даю, чтобы он мог идти и делать эти узлы. Причем я знаю, что он может идти их и делать по этому ему заданию, потому что у меня по схеме вот здесь отмечено, что все детали на все вот эти вот перекладины, они у него готовы. Ну и, соответственно, если у меня хорошо все организовано, то физически где-то в цехе на поддоне сложены вот эти вот детальки, которые он заберет и будет варить перекладину. Что я, кстати, на этой же картинке и увижу дальше, поскольку, когда у меня работы здесь какие-то пойдут у него, да, то этот квадратик закрасится желтым, вот здесь поползет полосочка, насколько готовы эти перекладины в целом. Сейчас останется вот эта вот цифра, сколько человек часов еще осталось примерно работать, чтобы они были готовы. Ну и когда появятся, если частично какие-то готовы, здесь у меня появится циферка после стрелочки, сколько уже готовых перекладин, ну и в конце концов все они закрасятся зеленым, когда будут готовы. Ну, пока давайте вернемся на шаг назад. Мы сейчас с вами посмотрели вариант, как я выдал задание, если я делаю это в бумажном виде. Давайте для полноты картины покажу еще безбумажный вариант, если я не хочу ничего печатать, хочу нажать кнопку, чтобы у меня сварщиков в цехе на экранчике терминала увидел, что я ему сказал варить перекладину. Как это сделать? Значит, для этого давайте я переключаю свое окно график производства в какой-то вид, чтобы оно мне показывало работы, например, текущие работы, да, что сейчас, кому можно делать, вот тут нагибки, там на фрезеровки, что-то у меня какие-то работы идут, да, это я там заготовок понапилил. Меня интересуют работы по вот этому узлу, соответственно, я на него два раза щелкаю на схеме, вот они работы по этому узлу. То есть это вот сборочная операция по перекладине. Соответственно, если я хочу, чтобы она подсветилась у него на терминальчике в цехе у работника, я нажимаю вот здесь вот выдать. Программа меня спрашивает, уверен ли ты? Я говорю, да, уверен. Все, и таким образом я отметил, что я выдаю это в работу. Ну, если сейчас мы обновим, вот видите, здесь на схеме этот квадратик узла подсветился таким желтым цветом, как раз показывает, что я выдал его в работу. Ну и для полноты картины давайте сейчас глянем, что у нас показывает экран терминала на сварочном участке. Вот что он показывает в качестве текущего задания для участка. Вот они мои перекладины, которые я выдал в работу. Причем, видите, они не просто серенькая строчка, а такая подсвеченная желтая. Это как раз потому, что я именно выдал их специально в работу. То есть встал на эту позицию графики производства в программе и нажал выдать. Строго говоря, они тут и так появились в списке. Если бы я и не нажимал эту кнопку выдать, просто тогда эта строчка была бы не желтенькая, а такая серенькая, обычно не подсвеченная. Иными словами, когда на терминале есть вот такие желтые строчки и еще есть просто серенькие строчки, то это следует понимать, как серенькие – это то, на что уже в принципе все детали есть и можно начинать варить. Ну, кстати, можно тут подать, по приоритету эти строчки отсортировать. А желтые строчки – это то, что именно мастер выдал в работу. То есть сказал, что вот сейчас делать вот это. Вот таким образом следует интерпретировать эту, как говорится, цветовую дифференциацию, как в известном фильме говорилось. Ну, теперь давайте вернемся обратно в программу и посмотрим еще пару моментов. Вот она наша схема. Мы тут немножечко уже разобрались, что тут, как показывается. Давайте для примера еще теперь немного вот из этой части детали продвинем, что называется. Давайте откроем текущие работы, что у нас сейчас где. Ну и давайте допустим все токарные, фрезерные работы сейчас отметим, как выполненные. Скажем, это вот у нас этот товарищ сделал, а вот это вот у нас вот этот товарищ все сделал. Так, глянем на схему. Вот, кстати, все детали для подвесов у нас сейчас готовы. Кстати, к предыдущему моменту, который только что обсуждали, вот смотрите. Вот видите, сейчас терминал на сварочном участке у нас показывает, как я и говорил, да, что появились подвесы, но они такие серенькие. Почему? Потому что у нас на них все детали готовы и войти можно. Но в явном виде вот я не нажимал для подвесов кнопку выдать в работу. На перекладине не нажимал, она такая желтенькая, вот для подвесов все детали готовы, но выдать я не нажимал, поэтому такие серенькие. Почему я вот это все? На среднем уровне, вот на котором мы сейчас работаем в этом примере и в таком варианте настройки программы, как я использую, выдавать-то в общем-то не обязательно, то есть именно нажать кнопку выдать. Оно и так появится вот здесь вот на экране терминала в списке текущих работ по мере, что называется, к готовности по предыдущим операциям. То есть, там, когда пильщик отпилит, да, появится у токаря, токарь проточит, там, появится в текущих работах, там, у слесаря и так далее. Здесь, поскольку это сборочная операция, да, то здесь появится, когда все детали, соответственно, будут отмечены для этого узла, как сделанные. И если ничего не выдавать, то просто вот сами по себе эти позиции, на которые все сделано, будут появляться, ну и можно подать и по приоритету их, в общем-то, отсортировать и просто сверху вниз делать. Но если вы хотите, да, то вы можете выбрать конкретные позиции, вот как я с перекладиной, встать на них, нажать выдать в работу и тогда они вот здесь вот в списке в этом подсветятся. Ну, это мы немножечко тут отклонились от нашей основной темы. Давайте вернемся обратно в программу. Давайте последний, наверное, на сегодня еще момент покажу на примере вот этих вот деталей для узла сидения. Вот мы видим, что они у нас в принципе почти сделаны, да, но еще не доделаны. Как нам поподробнее здесь показано, насколько в целом, да, они готовы, сколько еще часов осталось, как поподробнее нам посмотреть вот по этим всем деталям, да, что там происходит. Ну, мы уже частично смотрели, да, два раза щелкаю на этот квадратик на схеме в окне графика производства. У меня вот они отображаются, эти детали, да, что вот эти готовы, вот эти вот настолько готовы, да. В частности, можно здесь, например, дальше открыть выполнение окно и увидеть, что вот это у нас вообще готово, это у нас отпилено, это у нас фрезеровано, соответственно, но не согнуто. Вот циферка, да, это на сколько деталей на этой операции сейчас находится. То есть, что мы из этого видим, да, мы видим, что у нас эти детали готовы, и эти детали у нас отпилены, фрезерованы, но не согнуты. Значит, как мы можем этот процесс, ну, немного ускорить, что называется, да. Значит, смотрите, давайте я открываю опять же график производства в варианте текущей работы, чтобы здесь у меня выводилось на какой операции, что у меня сейчас находится. И говорю, что меня интересуют текущие работы вот по деталям вот для этого узла. То есть, два раза щелкаю на квадратик, и вот у меня для этого узла текущей работы сейчас гибко, соответственно, вот этих вот деталей. Ну, и если я задание выдаю опять же в бумажном виде, я могу отсюда распечатать что-нибудь вот такое. То есть, вот задание на гибку от такого-то числа, вот для этого заказа согнуть вот эти детали и штрих-код, чтобы потом пикнуть, что сделал. Чтобы опять же у меня, когда они отметят, вот здесь на схеме подсветилось, что все детали готовы вот для этого узла. Ну, а если мы используем электронный вариант выдачи заданий, то тогда просто выделяем, нажимаем «Выдать», как мы уже это делали для узла. И вот они у меня тут зелененьким подсветились. Ну, опять же, настройка цветов – это дело добровольное. Вы можете себе настроить так же, как у меня цвета, или как-то по-другому, как вам больше нравится. Я вот настроил, чтобы задания выданы, чтобы строчки подсветились таким зелененьким цветом. Ну, и давайте глянем, что там терминал у нас на механическом участке показывает сейчас. Переключаемся в терминал, выбираем механический участок. И вот видите, картинка здесь такая. То есть у них есть, в принципе, в работе опоры, оси, трубы. Ну, это вот на что, в принципе, отпиленные заготовки можно поделать. А вот эти вот две позиции, там, боковинки и спинки, они вот так вот с желтым выделены. Это как раз потому, что я, как мастер, сейчас нажал в программе кнопочку «Выдать их в работу», как текущее задание, именно подсветил таким образом, что мне надо сейчас, чтобы вы сделали вот эти вот детали. Почему? Потому что именно их мне и не хватает для того, чтобы у меня было все готово для вот этого вот узла сиденья. А узнал я это, напоминаю, открыв окно «График производства» в режиме «Текущие работы» и, соответственно, дважды щелкнув на квадратики в схеме, я увидел, что, чтобы мне вот эти детали были готовы, мне надо согнуть вот эти вот детали. И это я и подсветил на терминале, что мне нужно сейчас, чтобы вы вот это вот сделали. Ну и, наверное, теперь-то на сегодня все. Давайте закругляться. Все, что я хотел для этого первого примера показать, я показал. Сегодня мы посмотрели с вами, как использовать для производства несложных изделий. Вот этот инструмент, схема изготовления, как увидеть, что все детали на какой-то узел готовы, как выдать его в работу, как понять, насколько сделаны детали для интересующего нас узла в целом, все вместе взятые, более конкретно, какие детали там, в какой стадии обработки. Как подтолкнуть, что называется, этот процесс можно разными способами, чтобы нам поскорее те детали получить, которых нам не хватает, без которых мы не можем варить эти узлы. Все мы это с вами сегодня в премьере простейшем нашем посмотрели. Ну и, надеюсь, все это будет полезным. Спасибо за внимание. Продолжение планируется. До свидания.